Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам про стоки, что это такое и как зарабатывать на иллюстрации. Пока я вам рассказываю, параллельно буду рисовать свою очередную иллюстрацию, которую в дальнейшем выложу на сток. Стоки – это банки изображений, как векторных, так и растровых. Заливать на стоки можно иллюстрации, фото и даже видео. Лично я сейчас гружу растровые иллюстрации. Существуют разные стоки – это шаттерсток, депозит, фото, фатолия, драймстайм и много других. Хочу вам сказать, что на разных стоках популярны разные рисунки. У меня из фаворитов, конечно же, шаттерсток. Свои рисунки я сканирую и редактирую в фотошопе, а потом заливаю на сток. Как вы видите, зарабатывать на стоках – это реально, но, конечно же, необходимо наличие хорошего портфолио, а также регулярные загрузки изображений. Минимальная сумма для вывода – это 35 долларов. Возможно, вы накопите ее за год, потом за полгода, потом за три месяца и, в конце концов, за месяц. Если вы будете достаточно настойчивы и регулярны, и часто будете выкладывать хорошие иллюстрации, которые будут популярны, то этот срок, возможно, значительно сократится, и первый вывод вы сделаете значительно быстрее. Имейте в виду, что ваши работы будут покупать со всего мира. Например, мои работы покупают в Германии, Швеции, Македонии и даже в России, в таких городах, как Екатеринбург и Москва. А сегодня, например, купили мою работу в Мексике. Это очень приятно. Итак, чтобы попасть на сток, нужно зарегистрироваться и пройти экзамен. Как это можно сделать, я рассказывала в своем предыдущем видео. Хочу сказать, что на каких-то стоках вообще нет экзамена. На каких-то нужно загрузить 3 работы, на каких-то 5 работ, а вот на шаттер-стоке нужно 10 работ загрузить. Причем это должны быть разноплановые работы, очень хорошего качества. Это, кстати, не так сложно и не так страшно, как кажется. Если вы хорошо подготовите свои работы, то у вас все получится с первого раза. Для того, чтобы зарабатывать на стоках, нужно много рисовать, фотографировать и регулярно заливать свои работы на стоке. При отправке своих работ, вам нужно будет заполнить релиз на собственность. Это такой документ, где вам нужно заполнить все необходимые поля и приложить эскиз вашей работы. Это необходимо для того, чтобы доказать, что это ваша работа. Возможно, поначалу вас будет это пугать, но начав, вы в дальнейшем освоитесь и все пойдет как по маслу. Итак, что же нужно грузить на сток? Это такая специфическая платформа, что там не просто какие-то иллюстрации и не выставочные работы. Чаще всего там изображения покупаются для того, чтобы проиллюстрировать какую-либо статью, либо оформить открытку. Также там очень популярны векторные элементы, инфографика, либо какие-то составляющие. Буду заканчивать. В этом видео я постаралась охватить самые важные вопросы. Вы можете написать мне в комментариях, не стесняйтесь задавать вопросы. Желаю всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!